МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особое внимание к Самарской набережной и пешеходной улице Ленинградской. Глава города Елена Лапушкина осмотрела общественные пространства в Самарском районе, благоустроенные по федеральным и региональным программам. Теперь не только пластиковые. В Самаре выпустили единую транспортную карту в виде наклейки. Масштабная программа, которая затронет все районы города. Подготовку к дню рождения Самары обсудили на совещании в мэрии под руководством Елены Лапушкиной. Грамоты лучшим спортсменам и тренером за развитие спорта в Самаре. В день физкультурника на Самарской набережной несколько десятков федераций представили свои виды спорта. Президент Владимир Путин включил самарского губернатора Дмитрия Азарова в состав Совета по развитию местного самоуправления. Совет формируется из трех частей – федеральной, региональной и муниципальной. В Совет вошли также премьер-министр России Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно и первый заместитель Сергей Кириенко, а также министра экономического развития, финансов, юстиции, строительства и ЖКХ Максим Решетников, Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Ирек Файзулин и вице-премьер Амарат Хуснулин. Подготовку к предстоящему дню города обсудили на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Руководители департаментов и главы районов рассказали о предварительной программе праздника, которая получится очень насыщенной и затронет все районы города. Подробнее Андрей Горгуленко. Праздник охватит каждый район города. Самара отметит 436-й день рождения с размахом. Кроме традиционных музыкальных фестивалей, более 120 мероприятий пройдут и в самарских дворах. О планах на начало сентября главы районов на еженедельном рабочем совещании в городской администрации рассказали главе Самары Елене Лапушкиной. Свои программы подготовили и департаменты образования, спорта и культуры. При этом первые праздничные концерты начнутся 4 сентября и будут проходить в разных точках города всю неделю. А с 9 по 11 сентября пройдут самые массовые народные гуляния. В Струковском саду, на набережной, на склоне площади Славы и на площади Куйбышева. Полное расписание праздника будет опубликовано в ближайшие дни. Сейчас выверяем по времени, по локациям и, конечно, в районах тоже свои районные афиши, конечно, запускайте. Пусть люди понимают, где можно будет отметить день города. На площади Куйбышева и второй очереди набережной, сопровождая праздник, самарские предприниматели будут угощать гостей блюдами разных национальных кухонь. А у музея Алабина развернется сезонная ярмарка сельхозпроизводителей. В прошлом году у нас 100 сельхозпроизводителей представляло уже продукцию. Все они изъявили желание, точно наполнение будет. И время как раз 11 сентября. Но с нашей точки зрения и с точки зрения сельхозпроизводителей оптимальное, потому что продукция вся уже будет в наличии. Обеспечивать чистоту в городе в эти дни будут в усиленном режиме. Муниципальным предприятиям и управляющим компаниям глава Самары поручила привлекать дополнительное количество людей и техники. Также глава города продолжит выездные проверки внутригородских районов, чтобы посмотреть качество уборки и содержание дворов и общественных пространств. Продлена будет в эти дни работа общественного транспорта. Отдельным вопросом стало обеспечение безопасности праздника. Будут также привлечены дополнительные силы, чтобы 436-й день рождения города самарцы и гости областного центра отметили с комфортом. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Район с большой концентрацией любимых и исторических мест для прогулок у горожан. Глава Самары Елена Лапушкина побывала в Самарском районе и проверила общественные пространства, среди которых те, что были в последние годы отремонтированы по федеральным и региональным программам. О результатах объезда и планах по развитию территории расскажем далее. Утро выходного дня глава города начала на набережной. Но не для того, чтобы отдохнуть, а проверить, как содержат в чистоте визитную карточку города в дни, когда здесь большое количество горожан. Вместе с представителями районной администрации и профильного предприятия Елена Лапушкина проинспектировала состояние ограждений, газонов, плиточного покрытия и детских игровых площадок. В целом и покос соблюдается, я вижу, что и растения, и газоны поливаются. Есть небольшие недочеты, которые, я убеждена, в ближайшее время исправят муниципальное предприятие набережной. Отдельным вопросом стала чистота большой парковки недалеко от речного вокзала. Здесь всегда много машин, что затрудняет проведение качественной уборки. Сейчас прорабатывается вопрос установки дополнительных дорожных знаков. Договорились с районами, договорились с департаментом городского хозяйства, что все-таки знаки там надо установить, чтобы люди хотя бы дали 2-3 часа времени и возможность навести и на этой территории порядок. Еще одно знаковое место притяжения туристов и самарцев – улица Ленинградская. Здесь глава города проверила состояние новых лавочек, цветных клумб и фонтанов. А также отметила, что в ближайшее время начнется ремонт покрытия на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе, где повреждена брусчатка. В ближайшее время будет определен подрядчик, и тоже и здесь найдут порядок, и тоже для проезда эта территория будет более комфортна. Во время объезда глава Самары с представителями районной администрации профильных ведомств обсудила и дальнейшее развитие главной пешеходной улицы города, чтобы ее модернизировать и дать новую жизнь любимому месту отдыха горожан. Все-таки она делалась достаточно давно, появились новые материалы, появились новые идеи, поэтому хотелось бы в ближайшие годы приступить уже к модернизации, к повышению этой знаменитой на всю Самару территории. Кроме того, глава Самары проверила сквер на пересечении Ленинградской и Садовой и трамвайное кольцо на Хлебной площади. Обе территории были благоустроены по федеральным программам. А также сквер Высоцкого, часть которого была отремонтирована по губернаторскому проекту «Содействие». Если территория будет среди победителей рейтингового голосования на благоустройство в 2024 году, то преобразят полностью весь сквер. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События. Теперь не только пластиковое. В Самаре выпустили единую транспортную карту в виде наклейки. Пока тираж строго ограничен, но некоторые самарцы уже опробовали нововведение. Подробности в репортаже Михаила Ермоленко. Теперь не только привычный пластик. Способы оплаты за проезд становятся удобнее и современнее. В Самаре поступил в продажу новый формат транспортной карты в виде наклейки. В этих наклейках встроен чип, но чип этот является бесконтактным. Точно так же, как бесконтактные банковские карты. Вот она есть, ее не надо вставлять в терминал. Ее просто поднес и произошел обмен информацией. Никаких поломок как таковых нет, потому что нет физического взаимодействия. Вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Функционал новинки полностью идентичен оригинальной карте. Однако, например, это новшество можно прикрепить к вещи, с которой сейчас не расстается ни один тинейджер, к телефону. Жительница Самары Юлия Хабибулина с семьей часто пользуется общественным транспортом. Скоро дочка вновь вернется в школу. Поэтому женщина решила попробовать карту нового образца. В телеграме подписана на канал Самары, увидела, что карточка транспортная новая появилась. Вот ребенку очень удобно приклеил, телефон не потерял, потому что уже пару раз терялись в карточке. Ну, из удобства, хотели вот новшество. Как бы новинку успеть урвать. Пополнить карту можно привычными способами. Либо на почте или через терминал, либо через приложение мобильного банка и сайт. Если ты через сайт вводишь данные, которые у тебя запрашивают, ты сразу пополняешь на ту сумму, которая тебе необходима, и платешь поступать в течение 24 часов. Транспортную карту в новом формате выпустили ограниченным тиражом, порядка 200 копий. Но, как пояснили в департаменте транспорта, если спрос останется таким же активным, то оператор выпустит и дополнительную партию. Сейчас приобрести карту можно в двух местах. На Марисе Торезе 67А в департаменте транспорта и в офисе на улице Фрунзе 70. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Ушла из жизни легенда самарской журналистики, член Союза журналистов России, основатель кафедры журналистики в Самаре Валентина Сематова. Ей было 76 лет. С 1974 года она работала в Самарском государственном университете, внесла огромный вклад в систему образования, в частности в сферу подготовки молодых кадров. В 1992 году открыла Самарский институт журналистики. Благодаря Валентине Сематовой появилось отделение журналистики в Самарском педагогическом университете, а в начале 2000-х кафедры теории и истории журналистики в Самарском госуниверситете. Прощание состоится 16 августа с 13 до 15 часов по адресу Дзержинского, 27. Коллектив телеканала «Самара ГИС» приносит искреннее соболезнования родным и близким Валентине Сематовой. В железнодорожном районе Самары простились с добровольцем Вадимом Фещенко. Он погиб на территории Украины, ему было 55 лет. О том, каким был разведчик, узнала наша съемочная группа. Для своей семьи он навсегда останется патриотом России. Вадим Фещенко трагически погиб, выполняя боевые задачи в ходе военной спецоперации на Украине. Родные и близкие отзываются о нем, как о верном товарище, надежном, смелом и мужественном человеке. Сегодня мы прощаемся с Фещенко Вадимом Александровичем, вспоминая о нем все самое светлое и доброе. Это был человек трудолюбивый, упорный, доброжелательный. Герой родился на Украине, в городе Тальное, Черкасской области. С родителями переехал жить в Куйбышев. В 1985 году был призван в армию. Службу проходил в ГДР в разведывательной роте. Долгие годы трудился на авиационном заводе «Токаре». Очень любил и уважал свою работу, относился к ней ответственно. Был настоящий профессионал своего дела. Пользовался авторитетом у товарищей. 25 июля 2022 года ушел на фронт добровольцем. 6 августа героически погиб. Мы о нем будем долго помнить. Также мы обязаны помнить и о его оставшихся детях, о его оставшихся жене. Ведь мы потеряли нашего друга, товарища, который добровольно, повторюсь, ушел отстаивать интересы народов Луганска, народов Донецка, интересы Российской Федерации. За проявленную отвагу указом президента Вадим Фещенко посмертно представлен к Ордену Мужества. Военнослужащего похоронили на кладбище Центральное в поселке Рубежное. Ему было 55 лет. В этот понедельник в эстонской Нарве должна была решиться судьба советского танка Т-34. Боевую машину лишили статуса памятника и хотят демонтировать. Как в дальнейшем сложится судьба танка, пока неизвестно. Между тем, самарский коллекционер Дмитрий Хмелев предложил администрации Нарве обменять Т-34 на высшую награду Эстонской Республики «Крест свободы первой степени». Значимость награды трудно переоценить. Всего было выпущено 110 штук. Их вручали за гражданские заслуги первым лицам государств. Официального ответа от эстонских властей коллекционер так и не получил. Однако, по его словам, на одном из форумов был опубликован комментарий специалиста администрации Нарвы. Чиновники сообщили, что им часто поступают предложения продать танк или поменять его на что-нибудь. Чтобы назвать высшую награду своей страны, на которой награждались и выдающиеся личности, и Эстонии, и мировые лидеры – это что-нибудь. Это просто уже понимание всей осведомленности эстонских властей и отношения не к нашей истории, к российской, им чуждой, которая не выжигает, а к своей истории, к своим гражданам, к своим героям. После этого, я не знаю, какое с ними общение, какие-то ответы ждать уже, ну, просто уже бессмысленно. Они уже этой фразой все сказали. Как стало известно, городской парламент Нарва 15 августа не стал обсуждать судьбу памятника танку. Теперь решать, что делать с советской боевой машиной, будет правительство Эстонии. Ранее было заявлено, что танк должен быть убран к годовщине восстановления независимости страны. Самара вместе со всей страной отметила День военно-воздушных сил России. Центром празднования стала набережная реки Волги, где состоялись концерты авиашоу. В небе над городом выступила пилотажная группа «Русь». Горожане и гости областной столицы смогли также поучаствовать в квесте и отведать солдатской каши. Как это было, расскажет Светлана Тимофеева. Самарцы и гости областной столицы стали собираться на набережной еще задолго до начала концерта. Некоторые принесли с собой флаги, а все без исключения – хорошее настроение. Горожане под небом синим – это Родина моя. Горожане под небом синим – это Родина моя. Самара по праву считается авиационной и космической столицей России. Именно в нашем городе был собран легендарный штурмовик Ил-2. Здесь выпускаются двигатели для стратегической авиации на заводе «Кузнецов». Предприятие «Авиакор» сохранило все компетенции, благодаря которым город получает заказы на производство авиационной техники. Кроме того, в учебных заведениях региона готовят кадры для авиационной и космической отраслей. Я хотел бы сегодня, пользуясь случаем от себя лично и от губернатора, поздравить всех ветеранов, всех действующих авиаторов, всех инженеров технического состава наших оборонно-промышленных предприятий, которые много делают для того, чтобы создать авиационную технику, космическую, в том числе и спутники, которые сегодня в интересах Минобороны работают. Здоровья всем, счастья, благополучия, успехов в ратном и мирном пути, на благо нашего региона, его развития и, конечно, нашего отечества. Победа будет за нами. Я будущее хочу поддержать. У меня внучка хочет быть летчицей. Мы с дальним прицелом. Мы считаем, что это наш праздник. Для тех, кто решил вернуться в армейский строй, до самого вечера на набережной работал мобильный пункт отбора на службу по контракту, в том числе в именном региональном подразделении – Самарском батальоне. На данный момент комплектуем, формируем Самарский батальон. Ну, порядком идет. В день, ну, бывает 20-30. Много заявлений. Они осознанно идут, люди уже идут, не молодые, как бы, средний возраст, там, 30-35 лет. Рядом с павильонами, в которых можно было написать письмо участникам спецоперации на Донбассе, увидеть армейские артефакты и поучаствовать в мастер-классе по сборке и разборке автомата работала полевая кухня. И мало кто мог пройти мимо, не попробовав солдатской каши. Мне кажется, она очень вкусная за счет того, что сейчас вообще мы в компании находимся. И она такая ароматная, я не знаю, может, на костре готовят они ее. Дома так не сваришь, однозначно. На свежем воздухе всегда все вкусно. На свежем воздухе еще. А ребятам, я думаю, что, ну, достаточно будет хорошо, вкусно. Сытная, да, хорошая. Да, для нас это тоже прям. Дома так не сваришь, однозначно. В своих мультиварках. Центральным событием празднования Дня ВВС стало выступление легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба «ДСААФ-Россия». Летчики показали горожанам сложнейшие элементы высшего пилотажа, которые выполнялись как соло, так и в группе. Для зрелищности экипажи использовали систему дымообразования, оставляя в небе разноцветный шлейф. Авиационное шоу над Самарой продолжалось около часа. В завершение летчики подарили горожанам огромное сердце в синем небе. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События. В понедельник в Самарском регионе зарегистрировали 550 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 335 в областной столице. Медики напоминают, что в преддверии осени необходимо пройти вакцинацию или повторно привиться, если с момента болезни или предыдущей иммунизации прошло полгода. Подробности в сюжете. В Самарской области в последние несколько недель наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И хотя пациенты переносят недуг легче, недооценивать его не стоит, напоминают врачи. По-прежнему из-за ковида обостряются хронические болезни, наблюдаются проблемы со свертываемостью крови, что может привести к инсультам и инфарктам. Летние затешья врачи связывают с тем, что самарцы активно прививались зимой. В преддверии осени тоже стоит подумать об укреплении иммунитета. Ревакцинация важна, потому что доказано, что иммунитет по истечении шести месяцев к новой коронавирусной инфекции постепенно снижается. А прививка, она как бы стимулирует наши клетки иммунного ответа на вирус. Мы рекомендуем обязательно всем, кто переболел ранее или привился и прошло полгода, обязательно прийти на ревакцинацию. Прививки от COVID-19 сделали уже 1,749,000 жителей Самарской области. Повторную вакцинацию прошли более 537,000 человек. Среди тех, кто решил ревакцинироваться, член Общественной палаты России, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский вместе с семьей. Процедура повторной иммунизации такая же, как и при первой прививке, заполнении анкеты, осмотру врача и при отсутствии противопоказаний в введении вакцины. Медики подчеркивают, что для повторной вакцинации от коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник Ви», который абсолютно идентичен «Спутнику Лайт». Я хочу напомнить, что мы с вами в грозные пандемийные дни, месяцы, спокойно прошли все-таки для региона, потому что мы были хорошо к этому подготовлены. Давайте и сейчас, как самарские жители, сплоченные, очень грамотные, а самое главное мотивированные, ревакцинируемся. Это совершенно я на своем опыте, даже, так скажу, на своей шкурке прошел, это совершенно не больно. И самое главное, ревакцинация, она все-таки позволяет нам подготовить организм и к тем простудным заболеваниям, которые будут, к сожалению, в осенне-зимний период. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг по номеру 122 и телефоном поликлиник. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из группы риска, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Светлана Кудрявцева, События. Самара с размахом отметила Всероссийский день физкультурника. На второй очереди набережной спортивной федерации клубы показали горожанам и гостям города, что здоровый образ жизни – это реальность. Спорт на любой вкус и размер кошелька. В день физкультурника федерации презентовали около сотни различных видов спорта, культивирующихся в Самаре. Пляжные, технические, командные, индивидуальные. Тренер по фитнесу Сергей Тулевич уверен, 20 лет назад такого разнообразия, доступности спорт-объектов и секций, как сейчас, в городе не было. Поэтому сегодня народ повально увлечен физкультурой. Очень много занимается. По сравнению, конечно, с 90-ми, 2000-ми годами. Наверное, каждый второй. Раньше каждый пятый, шестой. У каждого свои цели, каждый свои цели преследует, как говорится. Кто-то хочет просто подтянуться, кто-то хочет просто здоровым. Кто-то хочет накачаться, мышечную массу набрать, кто-то хочет похудеть, подтянуться. Родители детей не уговаривают заниматься физкультурой. Как правило, они сами пример для подражания. Раньше в детстве занималась и художественной гимнастикой, и балет, и дочь занимается спортом, плаванием. Сейчас для себя здесь еще один новый вид спорта она выбрала и хочет записаться на фехтование. Любители физкультуры могли не только выбрать новый для себя вид спорта, но тут же принять участие в мини-турнирах. Например, парам рестлингу, футболу и баскетболу. Спортивные функционеры уверены, в Самаре от физкультуры до большого спорта один шаг. Физкультура – это здоровый образ жизни и приятно, когда приходишь на нашу набережную. И обратить внимание, сколько ребят здесь, сколько молодого поколения соревнуется. Азарт, физкультура и спорт, они взаимосвязаны, потому что это их объединяет. И это здорово. И мы можем смело говорить, что у нас молодое поколение здоровое. Не обошлось и без наград. Лучшие работники спортивной отрасли, спортсмены и тренеры получили почетные грамоты и дипломы за развитие физкультуры и спорта в Самаре и области. Существует понятие базового вида спорта, которое относится к олимпийским видам спорта. Существуют другие виды спорта. Всего порядка на текущий момент свыше 120 видов спорта, которые у нас развиваются в нашей Самарской области. Большинство слоев приносят медали. У нас разные виды спорта. У нас есть медалисты, конечно, в единоборстве выходят. Сюда есть и наши хорошие фехтовальщики, плавание. Поэтому в каждом виде спорта у нас есть свой медалист, свой отличник этого вида спорта. Финишировал спортивный праздник на набережной парусные регаты, флешмобом за спорт и легкоатлетическим ночным забегом огни Самары. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. На склоне площади Славы заработает выставка, посвященная 70-летнему юбилею государственного Волжского народного хора. Сообщает телеграм-канал городской администрации. С понедельника 15 августа выставку будут транслировать на медиа-экранах. Более 150 уникальных архивных кадров расскажут об истории легендарного коллектива со дня его основания. Как сообщает пресс-служба областного Минкульта, этот год для Волжского хора богат на юбилеи. Сезон окроется 6 октября в Самарском академическом театре оперы и балета концертной программой, посвященной 90-летию легендарного поэта-песенника Вениамина Бурыгина. Он написал более 500 песен для коллектива, многие из которых стали народными хитами. Телеграм-канале Красноглинского района Самары приглашают жителей города пройти диспансеризацию. Основная ее цель – раннее и своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Пять способов узнать о задолженности по налогам публикуют в телеграм-канале Куйбышевского района Самары. Для этого можно обратиться в налоговую по почте, посетить личный кабинет налогоплательщика или физического лица на сайте ФНС России, а также зайдя в мобильное приложение личного кабинета или на единый портал государственных услуг. Узнать о задолженности можно и при личном визите в налоговую инспекцию по месту жительства. Горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей запустили во всех субъектах Российской Федерации, сообщает в телеграм-канале Промышленного района. В период с 15 по 26 августа специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, ранцев и портфелей, детского питания. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии и адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора своего региона. Редактор субтитров А.Семкин